Все, друзья, начали мы, очередную операцию, точнее, закончили вторую, заканчиваем. Пациент 24 года, пациент, к сожалению, наследственная форма варикоза, но сейчас мы скажем, про что мы хотели сказать, я забыл. Про реабилитацию. Нужна ли какая-то реабилитация, друзья? Как проходит реабилитация после операции варикоза? Варикоз операции бывают разные, флебуктомия классическая, сейчас это с мини-разрезами, потом ЭВЛК делает, эндовазальная лазерная коагуляция, или еще называют ЭВЛО, это эндовазальная лазерная облитерация, либо РЧА, радиочастотная. Два последних метода, они, в принципе, не отличаются техникой особо, просто там проводники разные и метод воздействия другой. А так вот флебуктомия, она флебуктомия. И что еще хотел сказать, я делаю в основном сейчас только флебуктомии, потому что это качественно, вот даже коллега, он работает и в ГОС, и в частной клинике. И мы знаем, что за рубежом, в той же Германии, по страховке не делают лазер, там только флебуктомии. Страховая компания оплачивает только флебуктомию, как мы. А лазеры, если хотите, сами оплачете, потому что они считают, что рецидив возможен. Вот такая история. Что касается реабилитации, у нас, как таковой, реабилитации нет. Если сегодня прооперировали, пациенту выписываем через 4-5 часов, единственное, просим 2 дня щадящий решин, то есть ходить обязательно, да, то тяжести не поднимать. На коньках, когда моя пациентка поехала на Кремлевскую, этот, как его, каток, и там каталась. Вторая на ВДНХ поехала, я их же не убил, после операции. Такие вещи делать нельзя, ну, щадить надо все-таки ногу. Дальше. А уже на вторые сутки можно, как обычно, рабочий день. Единственное, месяц мы рекомендуем фитнес, месяц не рекомендуем мы сауны, бани, месяц массажи. Вот, через месяц можно. Но компрессионный трикотаж, в данном конкретном случае, в разных случаях по-разному, здесь нужно 3 месяца носить, чулок до паха, и после этого пациент снимает и забывает про чулок. Единственное, если у пациента тазовый варикоз, соответственно, он носит чулок во время тренировок. Что вы там смеетесь? Нет. Это пациент смеется. Или больно у вас? Нечайно. Тянет, это не тянет, это у нас гемостаз надавили. У меня просто система, он крупный, он здоровый. Он, кстати, бодибилдер в прошлом. Зато качество гемостаз делает. Да. Из-за этого всего. Да. Минут 2-3 потерпите, надавил на ногу, чтобы синяков мало было, вот так. Вот, удалили вену на санде, так что реабилитация вот такая у нас. Поэтому быстрое восстановление. И швы мы удаляем, как правило, на 10-12 сутки. Поэтому, как таково, реабилитации нет. Если человек иногородний, он летать может на вторые сутки. Потому что сегодня прооперировали, после завтра он приходит на первую перевязку и дальше может улетать. Вот, к себе домой. Дальше что? Если иногородний, допустим, пациент там из Владимирской, из Тульской области, он после операции может уезжать. Но желательно на дорогу какую-нибудь рожащую кровь в таблетку. Потому что длительное сидение после операции нехорошо. Застой ноги, да? То есть нога должна быть немножко жижим. Я рекомендую соответствующей дамы. Все. Вот. Больше ничего не нужно. Так что, живите долго и счастливо, друзья. И выбирайте врачей. Если ко мне не придете, я не обижусь. Врачей много хороших. Вот. У нас вот ассистент тоже хороший врач. Поэтому всем хорошего настроения. Берегите свое здоровье. До свидания.